В этом смысле, в чем хороший гипноз? Когда у вас в эти технике самогипноза, вам нафиг не нужны будут все эти дурации. Компьютерные игры, телевизор, рюмка вина и прочего. Если вы хотите отдохнуть, в общем, пошли в транс, за пятнадцатым, как писк, видят, словил свою дозу удовольствия и пошел обратно. Это физиологический способ, который предусмотрен природой для восстановления работы нашей нервной системы. Отлично все это гряне, педихимии и все прочее. Химис, вот это алкоголь и разные прочие вещи. Так вот, три базы психологического состояния. Сон, бодрость, нет, транс. Чтобы вы понимали, как он работает. Это, по-моему, альфа, бета и гамма. В состоянии бодрости у человека часть коры головного мозга воздушена, часть воздушена. В состоянии сна у человека вся кора головного мозга воздушена, как ни странно, состояние транса, но гораздо более продуктивное. Если когда-нибудь слышали выражение high performance state, состояние высокой продуктивности. Это как раз про транс, потому что там задействуется практически вся нервная система. Что происходит во время трансового состояния? Во время трансового состояния организм, во-первых, перерабатывает ту информацию, которая поступила у вас за последние полтора часа. Может, я вращаю внимание? Через час-полтора, начинайся в пятерку. Тебе же нужно опускнуться в одну точку. Это сигнал от организма, что все. Нужно сделать паузу, чтобы организму как-то структурировать утопки, которые выключены. Второе. Во время транса организм запускает процессы исцеления. Если у вас какие-то порезы, ушибы. Именно в трансе все эти лейкоциты ударные бегут за место повреждения и восстанавливают. Третье. Что особенно приятно. Во время транса организм запускает процессы омоложения организма. Если вы наблюдали, люди, которые занимаются рейки, цигунды, айзицуа, то есть практики, которые как раз транс-ориентированы, они там и в 70-80 лет выглядят 50-летние. Почему? Банальное использование физиологических способов удерживания организма в нормальном молодом состоянии. Поэтому, если вы хотите чувствовать себя нормально, пожалуйста, дорогие мои хорошие, чувствуете, что если вы тупите, то все мозги не работают, не надо себя носить. Нет, я буду работать, надо работать, надо работать. Поедем на чипу попейте. А если там в трансе повалить, хотят там посмотреть, ну там, просто посмотрите, позвольте себе отдыхать. Помните, мы в браке говорим, отдыхать надо раньше, чем встанешь. Это имеет смысл не только в масштабах целого года, это имеет смысл в масштабах рабочего дня. Я так и человек увлекающийся. Если там начинай работать, я там зачастую люк, и 6 часов прошло. Мне как-то голова уже не очень нравится. На компьютерах есть очень хорошая программа, которая там через полтора часа всплывает и заблокирует весь экран. Там на 10-15. Это серия как раз родной. Давай, пойди отдохни. Это странно, вот когда я вот этот режим выдерживаю, когда там на эти 15 минут прошел там, в кровати повалялся, в транс, через пятницу навернулся, бжик. В таком режиме он удается быть все время на пике, национальной, национальной форме, потому что вы даете сами себе, вам необходимо. Один из приятных побочных эффектов, который я осваиваю, то есть когда я про это узнал, я сперва не очень поверил. Когда люди осваивают гипноз, они отказываются от собираться от алкоголя. Потому что не нужны же эти дурацкие внешние стимуляторы, когда ты можешь сам себе напрямую все эти вещи дать. А по поводу исцеления, может быть, помните, если у вас чего-то болит, не знаю, там, зуб болит, или, там, коленку ударяется, сознания нет. То есть вообще ты ни о чем не думаешь. Потому что вы находитесь в странном состоянии, организм понимает, в общем, в организме плохо, мы уже срочно восстанавливаем. Поэтому, если вы хотите, если вы там чем-то заболели, не надо наружать свой мозг. Легли и вот позвольте себе отключиться. И организм, если вы там не загнали слишком сильно, он сам вас себя восстановит.